Удай, сжечь до смерти, Андрей Пирокинезис, 2015 год. Первый трек, Burn to Die. Друзья мои, Влад Беседин пошел раздать мочи, но он это религии слушает два раза в год. А я слушаю первый раз. Так что я оставлю, пока он ссыт. Да-да. Хотел поставить точку, и сколько бы ни жил, и ни рожал, и ей придется все равно вернуться в почву. Юность пропит, а полжизни вкалывать на творчество, чтоб заработать на надгробе. И пару слов, чтобы вернуться в ад. И Юре трезво мыслю, но де-факто постоянно в салаты в столах осталось столько писем детству. Проебать мечты, лишь бы лет в сорок загудел под жопу Лексус. Писту я лучше стохну нищим, лишь бы под знамя этих песен всю планету выпридать костричу. Рожденный в пламени так жить не может, рожденный ползать только в небе ожил. Рожденным в небе только ползать гоже. И ты думал, понял, эту жизнь, придурок, переверни еще разок кресты. И поздно думать, поздно делать, и в писту летела. Вся надежда на мире, плевать на все. Берн туда, и мы поспешно сгорим, сгорим. Поговорим на равных, клавиатура знает больше правды, чем самые родные люди. И никто не будет думать, просто так сложно видеть из общак панельных космос, и тем более увидеть звезды. Время, механизм, сосечка и черные полосы свернулись в бесконечность. Уперечь бы что-нибудь, то нечего. И у атлантов в виде девятиэтажек не выдерживают плечи. Я нормальный или сумасшедший, в закрытой комнате драчуна. Эгги Седжвик под Кобейна, подавившись супом Кэмпбелл. Берн туда, и как Энди Уорхол, хотел стать легендой. Я нормальный или сумасшедший, в закрытой комнате драчуна. Эгги Седжвик под Кобейна, подавившись супом Кэмпбелл. Берн туда, и как Энди Уорхол, хотел стать легендой. не знаю но то что ты сказал пока был вырублен микрофон что это логическое продолжение black rose и red rose в целом да но тут уже есть заигрывание с новым пирокинейсом который будет позже вот ты сейчас а ты тоже не слушал от прелесть нет ли я тоже не слушал вообще ни одну песню ну не знаю вот это пока мне прям не очень понравилось потому что я не очень понял как бы самое как бы присут какое присутствие здесь самого содержания то есть в принципе он звучит как бы и тематически ровно такой же как треки black rose и red rose то есть как будто бы ничего нового не происходит а между релизами то что black rose в июле вышел а это вышло в конце октября в начале ноября того же года а то есть это прям чуть-чуть да 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 там эти грю там три релиза 5 black rose и burn туда они вышли все очень плотно но я не знаю типа пока как будто вообще не почувствовал друзья мы сегодня осмысляем вместе с владом четыре первых релиза андрея это 5 black rose red rose burn туда и eclipse остальные будут на следующем стриме мы потихонечку идем и двигаемся дальше подписывайтесь друзья мои на канал в первую очередь потому что стримы будут дальше если вы хотите продолжать осмыслять это великое творчество великого артиста то подписывайтесь на мой кулинарный канал да кулинарный канал влад беседина пожалуйста подпишитесь быстро но не знаю вот здесь я прям не почувствовал какого-то кайпа хз трек мне не понравился давай дальше давай дальше эхо эхо это вот на который надо права выкупать да типа того давайте оценим горизонт наше солнце потопит вот и сколько вида на антиутопии столько до подобных копий всяких идеалов но все разрушено и взять хотя бы малость от того что каждый день как будто по канату и под кананады праздников я будто бы рассыпался на атом время собирает камни так хотел заполучить весь мир но он не выделил куска мне не выделил ни острова и в космос устремляя взор и даже там я проиграл с позором закрывая ставни окон осуждаю мир за то что я от неба далеко так и на кой мне рок судьбы от мученика если не дано мне разогнать все тучи а дано впитать в себя пороки поколений там чужое тут и туне с темени тут берег и впустую распозарил все идеи искал любовь нашел лишь одиночество искал себя и все беспамятно стоял на миске скержень каменный на воды времени и даже этот камень сточат разлетаясь лебединой песней песней боли и отчаяния печали страха одиночества и безразличия стороны обратной жизни только через звуки можно видать во всей красе и величие и мы будем пылать ярчагом и саммега и прочь от земли тут места нам нету и небо теперь не предел не помеха умрем но останемся вечно с техом пылать ярчагом и саммега и прочь от земли а знаешь что мне было интересно спросить это же реально ну это же не рэп плане тут и у андрея есть типа вот рэп треки но это же ну как бы это как-то можно писать жанр рэпа это же ну не похоже на рэп совсем тебе не кажется можно написать все что угодно ты когда релиз отгружаешь ты можешь хоть транс хип-хоп я понимаю я просто к тому что типа как бы андрей же говорит что он да существует в парадигме рэпа но при этом это ну посодержательные по подачи это скорее рок чем рэп я бы не сказал что по подачи это рок потому что брокер все-таки не так много текста как ну да 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 но тем не менее рэпом это тоже ну то есть типа рэп же как бы абсолютно ну сама форма ну то есть это по форме чуть-чуть рэп но даже все равно это не он как бы в плане музыкальности плане но это просто это называется альтернативная музыка да 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 но мы на мы иногда так и говорим но лучше и либо это шиза рэп друзья ну нормально Arm же И тут места нам нету и небо теперь не предел, не помеха Умрем, но останемся вечности эхом Мы будем пылать ярче, гамы, сомега и прочь от земли И тут места нам нету и небо теперь не предел, не помеха Умрем, но останемся вечности эхом Пылать ярче, гамы, сомега и прочь от земли И тут места нам нету и небо теперь не предел, не помеха Умрем, но останемся вечности эхом Сквозь ладошки ускользает время И каждая песчинка на весь золото от марта до апреля Мы поделили мир бы поровну, но я опору потерял И в пол давлю педаль, теряю управление И я еще раз попрошу тебя отдай, дай мне в руки Не жалей и отдай, хотя бы еще немного времени Вдоль высоковольтных башен разлетится эта песня Подберев под свои плечи вверху, поглощаясь обелисками Многоэтажек, и я умру навсегда, увековечив эхом Песни боли и отчаяния, печали, страха, одиночества и безразличия Стороны обратной жизни только через муки Можно увидеть во всей красе ее величие И мы будем пылать ярчегом и собега И прочь от земли, и тут места нам нету И небо теперь не предел, не помеха Умрем, но останемся вечно с герцом Пылать ярчегом и собега, и прочь от земли И тут места нам нету И небо теперь не предел, не помеха Умрем, но останемся вечно с герцом Ну хочется отметить вот то, что я говорил Невероятная репетитативность припевов То есть это не плейбой карты, но припевы повторяются Примерно так же, как и у плейбой карты Ну все равно, реально, ну сколько Вот тут повторяется припев, раз, два, три, четыре По четыре раза повторяется Раз, два, три, четыре То есть, блядь, ну это полноценный Ты понимаешь, что если в припеве четыре строчки То это полноценный куплет Все верно Ну, Хазай, не знаю, мне нравится это Я как понимаю, несмотря на то, что это, так сказать Музыка, на которую не имеется прав Мне нравится, как оно звучит Но правда, по мне вот припевы долговато И все равно, я не чувствую, вот здесь я не чувствую прям перокинезиса какого-то То есть, ну вот это альтернативное Знаешь, вот это просто, как бы, как бы Альтернативное музло от альтернативного чувака Где мы Типа того, да к этой цифре, это еще ранее работа Ну вот, не, причем, типа На Эклипсе, я думаю, оно появится Ну вот, как бы я тебе, как бы Мне просто хотелось, чтобы ты еще раз это озвучил То, что Влад говорит, что вот Да, такое ощущение, что с Эклипса абсолютно другое Да, что он, типа, слушал это дома и не замечал А сейчас как будто реально на Эклипсе все будет по-другому Тогда это Владислав Секс-Беседин Это он и есть Поэтому, ну, я не знаю, если реально Сейчас это звучит, как группа какая-нибудь это Ну, какие там есть страдающие Как ранние там, ну даже Нервы Как ранних космонавтов нет там, я не знаю Ну, короче, вот, типа Как бы, когда мы говорим про Кинезис Мы все-таки представляем нечто другое Ну, сейчас хочется понять, как после этого релиза Все изменилось на Эклипсе Интересно, кстати, почему? Хороший вопрос Мы сейчас попробуем это Времени много прошло Ну, год, типа Ну, почти год, да Ну, хотя здесь, типа, не сказать, что прям между пять Не, хотя между пять и Берн Туда есть изменения Музыка стала гораздо более агрессивная, на самом деле Период такой Но гораздо менее романтичная Поэтому при этом песни с пять Вот песню пять вы до сих пор исполняете А с этого, как я понимаю, ничего Вообще ничего И, по-моему, даже и не исполняли Ну, поэтому Вечно семнадцать, друзья мои Песня, кстати, популярна у слушателей Давайте узнаем Что популярна у слушателей Пиро Кинезиса до сих пор Друзья мои, в том числе Поэтому и нужны вот эти осмысления Чтоб можно было лишний раз посмотреть на творчество И понять, какие процессы к чему привели Куда же Ничего и посмотреть на него под разным углом Ну, да, ну, посмотрите А еще, друзья мои Это нужно для того, чтобы топ-донатер Мог выиграть единственную в своем роде Уникальную футболку Кто такая, Ванесса Рейс Уникальная она Почему? Потому что их больше не делают И больше делать не будут То есть это последняя новая футболка Которую вы можете найти И вы можете стать ее обладателем Топовый донат сейчас Две тысячи сто рублей Вы можете просто перебить его И забрать футболку с собой Поэтому, друзья мои Успевайте Если вы реальный фанат Пиро Кинезиса То успевайте Вечно 17 Так, послушайте Все, послушаем Размер 2XL, друзья мои Поэтому девушки смогут носить это как платье А мужчины смогут носить это как... Как платье Ебать не хило Так чатик с эхо разъебался Может мой донат Сделает возможным Исполнение эхо на лайвах Возможно и помереть спокойно И чини тен Спасибо за 9-9 Ну, тут уже на все Это к Андрею На все, воле бога Федя, ты похорошел Я стараюсь Надеюсь, мы с Ладом Будем только хорошеть Встретимся через год На конкурсе красоты Я надеюсь, что у тебя вот такие локоны Будут сейчас соперники Старые Первый, как бы Мы выйдем в финал, короче Возьмемся за руки И скажем просто нет И зовется, кого очень круто О-о-о-о Вещь из 17, друзья мои Пью первую, третью, пятую Взрослые мне говорят Тормози Я под блядами звезд Признался, что не вывозил эту жизнь Покажи мне, где радость на лицах людей Что по офисам, панками Сколько б не ехал вдали Закат за мечтой Все равно у меня Меж колесами палка Прошу, помолчи Сколько прошел на пути К бесконечному лету Но вечно весна В одиночной Вечно иду по остывшему следу за юностью И сколько я следовать буду По дураске Наш океан и пытаться И пытаться вернуть Ну хотя бы на миг Наша вечно 17 Вечно 17, вечно 17 Верни моя вечно 17 Я устал ожидать, устал сожалеть и устал сомневаться Не будь ко мне снова жестоко, прекрасно далеко Я был там, вернулся ни с чем Снова вернулся в обитель крылатых качелей Зачем ты хочешь быть взрослым Наркотики, секс, алкогольный Я был там, я знаю, там только лишь грустная простынь На небе нет звезд и все монстры Вылезли из-под кровати и стали как тень Я не хватит и сотни крестов их изгнать Это то, что является частью тебя Ты гаснущий факел И пора бы прощаться Но я умоляю, верни мне еще на мгновение вечно 17 Вечно 17, вечно 17 Верни моя вечно 17 Я устал ожидать, устал сожалеть и устал сомневаться Верни моя вечно 17, вечно 17 Верни моя вечно 17 Я устал ожидать, устал сожалеть и устал сомневаться Верни моя вечно 17, вечно 17 Верни моя вечно 17 Если бы не было молодости Если бы не было вот этой мотивации делать музыку, блядь, без денег Без каких-то там надежд Ну если бы вот этого не было, то как бы не было бы и музыки той вот более Как бы не было бы возможности пробиться, да, прогрызть вот эту вот Конечно Само собой Скорлупу Ну ХЗ, здесь мне она под... Я говорю, вот Ладу, что она мне понравилась по исполнению Как она типа зачитана, бодро Ну вообще, как часто про Андрея Пирогенеса можно сказать Это бодро зачитано, знаешь Вот это как бы... Не сказать, что это отличительная черта Бодрый зачитан Бодрый звук Да, но мне бы хотелось, чтобы Вот знаешь, на Apple Music, где вот эти все всратые, короче, пишут описание к релизам Было написано Бодрый зачитан Там Бодрый зачитан Пацан пиздата зачитал Кто это пацан пиздата зачитал на кресте, знаешь Про новый альбом будет пацан пиздата зачитал о кресте Сто минут в секунду, друзья мои Последние две песни до того Сто минут в секунду, по-моему, кстати, тоже Егор Натс писал До того, блядь, и хоть Егор Натс реально мощный битмейкер Друзья мои, если вы хотите бит от Егора Натса, донайте Мы заставим его вернуться за Акай МПС Так он делает? До сих пор? Да, да, конечно Блин, заебись, у нас продавать биточки тогда, реально, думаю Не думаю, что ему это надо, конечно Но мне кажется, было бы прикольно просто Но я бы тоже послушал Сто минут в секунду, друзья мои Две песни до релиза А потом будет релиз, который изменил карьеру Перекинезиса навсегда По сути, да Так и есть Друзья мои, поэтому чувствуйте этот перелом Чувствуйте его вместе с нами Сто минут в секунду Нормальный перелом Перелом Ебаться мы чую по станциям Майка, юность, фенция, стильный пиздец Но есть ли смысл, коль внутри я доогневаю И средств не осталось, чтобы вылезти со дна Загону уличного паст модерна и рогатого скота Когда-то я сказал, что могу видеть по глазам судьбу Теперь я не уверен, что и сам смогу Хоть что-нибудь из сто минут в секунду Скорость лайнера всем чаще Вниз и в том нам баре Одинокий вокалист исполнит сплин и все, к чему и уязвим Расскажет в одной песне, в одном театре, в одном действии И скажет, самолет сломался, и мой рейс не взлетит И скажет, ничего больше мне здесь не спасти Скирпятники летят на запах А я все провожаю лайнеры на запад Пока ладошки прикасаясь к облакам Мы хотели прожить ярко и с азартом на разбитых самолетах Поворачиваем стартеры вперед В небо из пивных бутылок спаленных окурков Развивая скорость где-то 100 минут в секунду Мы хотели прожить ярко и с азартом на разбитых самолетах Поворачиваем стартеры вперед В небо из пивных бутылок спаленных окурков Развивая скорость где-то 100 минут в секунду Года идут, и будто в первый раз горит сентябрь И плевать на небо, нам себя тут покорить хотя бы И что я делаю, не нравится само собой Но в этой атмосфере все теряется самоконтроль И сто минут в секунду сближаются из металла птицы Чтобы столкнуться двойной звездой и вновь переродиться И мы мечтали жить легко и играючи Но голову кроет дожки с горящих болтов и гаечья Крушение полета нашей мысли Видно, кто-то сглазил, от чего разбился Точно так же наш полет фантазий И видеть радугу стало так непривычно От дождливых улиц мажет, как под кличем И я вычеркнул годичной давности пару стихов Я уже другой, уже не тот, и время и стекло Притом, улечу, положив только бутылку в сумку Развивая скорость к 100 минут в секунду Мы хотели прожить ярко и с азартом на разбитых самолетах Проворачиваем стартеры вперед в небо Из пивных бутылок спаленных окурков Развивая скорость где-то 100 минут в секунду Мы хотели прожить ярко и с азартом на разбитых самолетах Проворачиваем стартеры вперед в небо Из пивных бутылок спаленных окурков Развивая скорость где-то 100 минут в секунду Ну а тут было сверхважное замещание То, что Влад сказал в процессе прослушивания Что здесь уже появляются заигрывания с меланхолией Вот эти вот Узнаваемые в стиле Ну да, плюс как бы вот Влад сослался на Кита Соло Сказав то, что Кит Соло сказал, что геометрия тьмы Это грустная каста На самом деле вот это, блядь, грустная каста Вот чисто вот это звучит просто как грустная каста Реально, прям грустная подростковая каста для зумеров Я касту слушал очень покасательно И мне как-то они не отзывались, если честно Андрей, ну я думаю, все знают, что Андрей большой фанат касты Ну там вот в таком духе все Ну просто типа рэп под грустные инструменталы, кстати Причем Послушайте Ман Геген Ман, пожалуйста Вали, спасибо за соточку Но сейчас мы его слушать не будем Но песня хорошая Я слушаю ее с удовольствием Вы любите группу Рамштайн песни? Я так себе и знаю У них спорно охуенное мы зло И какие они концерты делают, блядь Чтоб мы так смогли, блин Ну они очень прикольные были, очень мощные чуваки Очень мощные В смысле были они и есть? Ну нет, ну и сейчас есть Но я имею в виду, что в последнее время У них крайний альбом вообще же пиздец Я их не слушал Ты послушай Все большие поклонники Рамштайна в один голос говорят о том, что это вообще прям супер Блин, надо послушать, ладно, базарно Меня радует, что ты мониторишь фидбэк поклонников Рамштайна А у меня просто среди знакомых имеют Включите пошлую молю обязательно Давайте делайте донатиков нормальных Целуйте мой донат Висельки Писюльки на моих руках Друзья мои Могила Светлячков Не знаю, пока вот этот релиз мне, наверное, меньше всего понравился У меня он тоже меньше всего отзывается Но это, говорю, это еще и обусловлено тем, что это был период, когда я был активно занят началом той деятельности, которую я осуществляю сейчас То есть организация концертов Концертов, да, у нас тогда прям самый пик был Я же был учителем в рэп-школе Блядь, ты и этого не знал? Я тебе ничего не знаю, Влад, мы мало с тобой общаемся Я был преподавателем в рэп-школе, брат Расскажи, пожалуйста, что преподавал Это на пять часов сейчас я тебя растянул Не, ну хотя бы в двух словах Я преподавал тексты Между прочим, кто не знает А ты, наверное, тоже этого не знаешь Я, Андрей, первонаперво учил тексты писать Серьезно? Ну, типа учил не в том плане, что я писал что-то за него или что-то типа такого Всегда же в начале творческого пути человеку нужна какая-то поддержка наставника Что-то типа такого Особенно человек из рэп-школы Да, и, собственно говоря, я был тем человеком, который Не запуесосил, как все Андрея Перекидайся за его первые тексты, опубликованные в интернете Сказал, что есть там потенциал Чтобы будем работать А почему ты ушел из рэп-школы? Рыбное это было занятие Слушай, круто У нас в какой-то момент единовременно обучалось 80 учеников, во-первых Во-вторых Была Пермская рэп-школа? Да, короче, концерт, ну, у нас были отчетные концерты И отчетный концерт нашей рэп-школы в один из годов собрал больше, чем все приезжие артисты в тот год Кроме стадионников Бля, впечатляет Вот Там, блядь, братан, я там такие мувы вертел Слушай, ну это отдельно Это, блин, надо... Это я тебе говорю, да, это на 6-7 часов разговор Ну, блин, надо, у меня сейчас есть идея, короче, для подкаста сольного, не вес рэпа, а еще одного чисто Поэтому, если хочешь, приходи, я буду еще рад Если позовешь с удовольствием Я, кстати, нигде еще... Я учусь жить трезвым и общаться с людьми трезвым Бля, ну, слушай Поэтому, я думаю, у нас получится Вообще славно получается Просто я, кстати, нигде не анонсировал, что будет подкаст еще один Вот первый раз вам рассказываю, друзья Возможно, у меня будет второй подкаст, чисто мой для себя, куда буду приглашать исключительно тех, как бы... Исключительно меня Ну, да, это Влада беседина Будем слушать про рэп-школу Да Федя, Влад обязан на концерте в Перми на разогреве спеть с публикой интро реальных пацанов Владик, не ломайте, я уже писал про это в первой части Зацени, здесь реальные пацаны За моральное здоровье нации Вали, спасибо за второй донат, за две сотки Ну, пожалуйста, послушайте Мангегенман Христа ради Но мы его не послушаем Христа ради будет следующий альбом А, мы все закончили? А, Магина Светочков осталась Да-да-да, друзья мои, топ-донатеру футболка Кто такая Ванесса Рыс Последняя футболка, последняя возможность завладеть легендарным раритетным мерчем Перокинезиса прямо сейчас Если вы ее упустите, у вас уже не будет такой возможности Только сами себе можете там маркером рисовать по ткани Но это будет не то, друзья мои Потому что вас поймают автодоксальные фанаты Перокинезиса и там в жопу на суд Кому это надо, правильно? Итак, друзья мои, могила Светлячков А потом все изменится Реально охуенно Мне очень нравится, да Она мне больше всего напоминает с этого релиза Хотел потрогать руками Но случайно придушил номер Твою свою надежду И знаешь, я брожу бесцельно по грани Там, где я оставил жизнью твоих ног Вырастет когда-нибудь новый цветок Лепестками до самых небес И нам хватит страдать Прошу, мы устали в конец И лишь бы не было холодно Нам мы сжигаем других И лишь бы не было холодно Вам я сжигаю себя И если б не было смысла Я б не отдал ни строки Ведь кем бы не был Все равно в конце ожидает бедля Нас И фортуны уже нет И мы не ждем уж перемен Но помоги на мысли, что остановиться Не разбившись и поймать нужный момент Но мы хороним в себе свет, будто в могиле светлячков Мы В могиле светлячков ловим руками свет, чтобы дарить его еще живым И я надеюсь, через много лет хоть кто-нибудь прочтет тексты этих песен и поймет, чем я тогда разжил И наш вектор не изменится Мы будем идти вдаль И сжигая город от отла И полностью отдав себя И разлетаясь пеплом веникса Мечтая о свободе Вместе с ветром вылетать за окна Мы рождаемся в новый костер И вновь расправим в темном небе Пламенные крылья И отдав последний лучик света Заново умрем и среди тысячи сверхновых В бесконечности осядем пылью Мы ошибались миллионы раз и снова ошибемся Ты прости нас, если что Мы мечтали видеть наше пламя в миллионах глаз Ведь мы хороним в тебе свет, будто в могилу светлячков Там, в могиле светлячков ловим руками свет, чтобы дарить его еще живым И я надеюсь, через много лет хоть кто-нибудь прочтет тексты этих песен и поймет, чем я тогда разжил В могиле светлячков ловим руками свет Ну, хочется сказать, что Влад Беседин абсолютно прав Спустя много лет мы прочли эти тексты И поняли, чем тогда разжил Да, не, ну на самом деле, кстати, вот эта песня мне больше всего понравилась с релиза И я понял, что реально, короче, очень тогда Ну, типа, если вот музыкально тогда у Пирыча прям часто были какие-то странные промахи Из-за того, что он выбирал чисто рэп-инструментал И по мне звучит местами странно То, когда есть инструментал без ударки То есть просто некоторые, да, там, синтезаторы И он под них что-то базарит Мне вот это, что с какого? С релиза 5 получается, что вот с этого Мне прям очень сильно заехали такие треки И вообще, я понял, что сейчас надо его настрополить Чтобы он записал просто spoken word Чтобы вот реально были просто синты И он стоял, как бы, вещал, базарил Мне кажется, что вот это вообще идеально Бля, вот Вализа донатил 2200 за то, чтобы мы послушали песню Мангигенман Хочешь послушать? Ну, если мы не послушаем, то он футболку получит, да? Давай футболку просто заберешь Мы сегодня осмысляем пирокинезис, Аня Рамштейн Вали, спасибо большое за 2200 Очень приятно, но мы не будем слушать Мангигенман Просто потому, что сегодня осмысляем пирокинезис Рамштейн в другой раз Не, не потому, что мы, типа, плохие люди Не потому, что мы не ценим донатеров Приходи на другой стрим, обязательно послушаем Но сегодня мы реально осмысляем пирокинезис И если бы это превратилось в стол заказов за деньги То можно было бы и жопу подставить, понимаешь? За определенный прайс Поэтому, друзья мои, я очень всех люблю Но сегодня мы ее слушать не будем Поэтому, друзья мои Но, Вали, спасибо огромное Я понимаю, что это реально мощный поступок Поэтому футбич Предварительно это твое Футбич за 2200 Нет, старички, я реально, я прямо сказал Ну, типа, никто не обещал, что ваши песни будут слушать за бабло Даже за большое бабло Ну, реально Прикол, когда чуваки на стримах слушают какие-то песни, за которые заплатили Ну, я часто это делаю Ну, просто ты сидишь Чтобы что? Ну, чтобы на аудиторию стримера послушали песню, которая тебе нравится Многие заказывают свои песни Кто-то хочет просто поделиться У меня много было таких стримов, когда мы просто, чуваки, донатили И мы слушали музыку Забавно Ну, типа, прикол Я не понимаю просто такой штуки Вот, я, короче, к тому, что реально При всем уважении Но, типа, это не тот стрим Поэтому Сорян Размер футболочки 2х Для девушек это платье Но, Вали, спасибо за донат Правда, большое Спасибо за топ-донатик Благодарю Для девушек платье, для мужчин Пульсник Ну, ладно, давайте Короче, я предлагаю, чтобы это не было совсем Ну, типа, чтобы никто не расстраивался Не люблю расстраивать людей То давайте в конце, если останется время, послушаем После всего, что нам все А мы ограничены по времени? Не, мы не ограничены по времени Я еще думал вечером в казино поиграть просто Да, я понял Если хочешь, оставайся, посидим Я понял Покрутим автоматом Вот, друзья мои Ну, вот это пиздатая Это пиздатая песня Хотя релиз мне не очень понравился Но вот это, наверное, лучшая песня с релиза Именно потому, что нету Короче, нету вот этой дурацкой какой-то рэп-ударки И так далее Просто чисто человек базарит Некоторые Ну, и похоже на старого На вот Перекинезиса Как бы похоже какая-то Ну, появляется Да, открывается что-то узнаваемое Стилек Стилек Проклевывается Данил Трэп, кстати, салют Кстати, салют всем нашим Кто обычно взлетает на стриме С бустичаток Банам салют Вообще Люблю вас Бэм-бэм И так А сейчас будет релиз По словам Влада Беседина С которого все реально изменилось И Да Друзья мои Изменилось и полетело А это реально после этого полетело прям? Да Я прям помню, как У нас очень мощно прибавилась аудитория ВК У нас до релиза было 10 тысяч Потом стало 16 И в какой-то момент Я уже, короче, в какой-то из дней Я лег спать Мне пишет Андрей Такой говорит Блядь Срочно, короче, созвониться У него, блядь Такие новости Он прям такой был Напыщенный Возбужденный, короче И звонить Я говорю Че такое Он говорит Блядь Миша Панчин Позвонил Сказал Давайте делать концерты Я в ахуе Типа Все Типа Круто Ну заебись Мне же Панчин Респект Поделил ты информацию И да И потом были первые наши концерты Я, кстати, напоминаю Если кто-то был на концертах 16-17 года И вдруг у кого-то сохранился трек-лист Скиньте мне в ТГ Мне реально интересно, что мы там пели Друзья мои Пожалуйста Концерт 15-16 года У кого остался трек-лист 16-17 Да 16-17 У кого остался трек-лист Обязательно сделать И, кстати, может, синглы заслушаем Я очень думаю Сколько там в Eclipse трек